Это водка. Пусть ваша холостяцкая жизнь будет скрашиваться иногда такими вечерами. Вы удивительное создание. Странно. Но я почему-то так доверяю вам. Хочу говорить глупости. Я благодарю Бога, что имею возможность их выслушать все. Она могла сделать неплохую карьеру в кинематографе, если бы считала его своим призванием. Татьяна Иваницкая получила возможность сравнить съемочную площадку и балетную сцену, после чего навсегда отдала сердце хореографии. 28 декабря 1946 года в одной из московских семей родилась девочка по имени Таня. С ранних лет окружающие отмечали в ней гибкость и музыкальность. Из множества творческих направлений сильнее всего Татьяну интересовал балет. После школы она стала студенткой Московского хореографического училища. Завершив обучение, Татьяна получила отличный старт. Ее приняли на должность солистки в танцевальную труппу Государственного русского народного хора имени Пятницкого. Продолжительное время Иваницкая танцевала в ведущей партии в театрализованных постановках коллектива. После завершения активной фазы балетной карьеры она нашла себя в педагогике и преподавала кореографию в специализированной детской студии. Кино в жизни Татьяны Анатольевны прошло по касательной. В 1969 году Евгений Ташков подбирал актеров для съемок в пятисерийной военно-исторической картине «Адъютант его превосходительства». На главную роль был утвержден неподражаемый Юрий Соломин. По сценарию его герой-разведчик Кольцов завоевывает сердце дочери белогвардейского полковника Щукина. Поиски подходящей кандидатуры растянулись на месяцы. Образ юной героини примеряли многие уже известные артистки, такие как Людмила Чурсина и Ирина Мирошниченко. Но результат проп режиссера не устраивал. Евгений Иванович не хотел, чтобы за актрисой, играющей Танечку Щукину, тянулся шлейф предыдущих ролей. Ему виделась грациозная, восторженная девушка, не обладающая академическими навыками драматической игры. Именно такой оказалась Иваницкая. «Татьяна Николаевна, Таня». «Павел Андреевич Кольцов, адъютант командующего». «Владимир Зиноновича?» «Да». «Я могу дать вам адрес, раз уж вы ищите здание таким способом». «Вы очень любезны, Татьяна Николаевна». «Хозяин дома теперь в Константинополе». Татьяне Анатольевне на тот момент исполнилось немногим более 20 лет. Она была смущена предложением, однако рискнула и дала согласия на роль. Во время рабочего процесса возникли определенные сложности. Речь Иваницкой оказалась не совсем четкой в плане произношения. Чтобы устранить шепелявость, ей пришлось много заниматься слогопедами. Помимо речевых проблем, танцовщицу подстерегали трудности иного плана. Дебютантка, нисколько не искушенная в романтических отношениях, не умела целоваться. «Я так думаю, что до адъютанта я еще, по-моему, ни с кем не целовалась. Наверное, это сейчас стыдно признаться в этом. Но, тем не менее, по-моему, я тогда еще была не целованная девушка. И у меня какие-то, там, где надо было с поцелуем, не сразу получалось». Любовные сцены вызывали у нее неловкость и вполне объяснимо зажим. «Я придумала. Я сойду на первой остановке. Сюда буду посылать им письма через бабушку. А ты будешь приезжать ко мне хотя бы раз в три дня». «Это невозможно». «Раз в неделю?» «Нет». «Месяц». «Невозможно». «Почему? Но почему?» «Твой отец запретил мне встречаться с тобой». «И ты решил выполнить волю моего отца?» Тем не менее, съемки завершились благополучно. После телевизионной премьеры лицо Иваницкой стало узнаваемым, но она предпочла вернуться к прежней профессии. На экранах Татьяна появилась только 15 лет спустя. В середине 80-х актриса исполнила небольшую роль матери меломана в молодежной музыкальной ленте Виктора Волкова «Танцы на крыше». Этот фильм явился завершением ее актерской карьеры. «Здравствуйте, Марина Андреевна». «Здравствуй». «Алеша, дома?» «Дома, проходи». «Алеша, к тебе пришли». «Мальчики, к вам можно?» «Угощайтесь кофе». «Спасибо». «Ну все, Алешенька, я побежала». «Личная жизнь». «Личная жизнь» Татьяны Анатольевны закрытая книга. Во время работы над адъютантом молодая неопытная артистка была очарована своим партнером во площадке. По понятным причинам женатый Соломин взаимностью не ответил. «Если это, может, твой отец, то ты, пожалуйста, не оскорбляй подозрениями наших с тобой, нашей...» «Я уезжаю завтра на рассвете. У нас есть еще немного времени. А то же мы стоим здесь». Помимо хореографии и кино, Иваницкая отлично зарекомендовала себя на руководящих должностях. Она окончила ГИТИС по специальности экономиста и организатора театрального дела. После чего ее местом работы стала Международная ассоциация музыкальных деятелей. Там Татьяна служила в статусе помощницы президента. Сегодня актриса на пенсии и не любит лишний раз выходить в свет. Последнее публичное заявление Иваницкой в медиапространстве датируется 2010 годом, когда она приняла участие в документальном телепроекте об истории фильма «Адъютант. Его превосходительство». Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.